Вечер на седьмом. Здравствуйте, я Вячеслав Касим. И сегодня будем говорить о наказании для мерзавцев, которые имеют наглость садиться за руль в пьяном виде. И мы решили сегодня подойти к этой теме с необычной стороны. Наш гость – это председатель Киевского районного суда Сергей Чванкин. Добрый вечер. С необычной стороны, вот почему. Бытует такое мнение, что после того, как в Одессе, ну и вообще по Украине начала работу новая полиция, ответственность за пьянство за рулем, она не то чтобы уменьшилась, но полицейским стало гораздо сложнее поймать нарушителя. Почему? Потому что новая полиция патрульная, в отличие от ГАИ, не имеет права просто так остановить автомобиль на дороге. Если раньше ГАИ там постоянно проводили какие-нибудь по ночам, всех подряд тормозили, говорили у нас тут сегодня операция трезвый водитель или что-нибудь еще в этом роде, то сегодня полицейский для того, чтобы он остановил едущий по улице автомобиль, нужна конкретная причина. Нужно, чтобы этот автомобиль нарушал правила дорожного движения. Если водитель не нарушает правила дорожного движения, его остановить не за что. И, соответственно, даже если он вдрызг, извините, пьяный, сидит за рулем и за углом попадет в аварию, все равно его как бы не поймают, не остановят. Есть ли у вас статистика по тому, как в судах рассматриваются дела о пьяном вождении, насколько их много и насколько меньше стало их после того, как начала работать новая полиция? Я скажу, что меньше не стало, стало, к сожалению, больше. За 2015 год Киевским районным судом города Одесса рассмотрено 469 постановлений, которым наложены взыскания на вот таких вот незаконопослушных водителей. В 263 случаях водители были лишены прав. Вы думаете, 60%? Это достаточно сильный показатель. А почему вот 469 постановлений, а лишили 263? Потому что закон дает возможность, если человек впервые, мы должны обращать внимание, впервые ли совершено правонарушение, какая-то часть, первая, вторая или третья часть. Если это первая часть, от года до двух лишение прав и штраф 3400 гривен. Вы знаете, для бюджета, пополнения нашего бюджета государственного 3400 гривен тоже существенно. И мы далее коснемся относительно штрафов. Нормальные ли они на сегодняшний день? Это отдельный вопрос. Но хочу вам сказать, если мы видим, первый раз гражданин совершил, у него есть, учитывая обстоятельства, есть ли у него дети, может быть, ему машина нужна для поездки в больницу, что престарелых своих родителей нужно будет, и человек действительно, мы видим, что раскаивается, и хотя, опять же, обращаю внимание, всего в 40% случаев не были лишены прав. То есть достаточно высокий показатель, 60% судья посчитал, что только лишение прав может быть решить эту проблему. Если человек дважды садится за руль в течение года в состоянии алкогольного опьянения, уже штраф повышает, не штраф, а лишение прав повышается от двух до трех лет. И если такие случаи у нас были, третий раз за год садится в пьяном виде, от трех до десяти лет лишение прав. У нас есть таких два случая, когда на пять лет лишили прав одного, второго лишили на десять лет лишили прав. Но я хочу сказать, зачем ждать? Зачем ждать нам второго-третьего раза? А зачем? Вот вы можете описать тип этих людей? Я себе, честно говоря, не представляю. Вот насколько упрямым надо быть, чтобы третий раз за год садиться за руль пьяным и попадаться в полицию? Это нужно быть не просто человек упрямый, а человек с низкой, ужасно низкой правовой культурой. Этот человек не уважает себя, не уважает окружающих, и это ничем не обоснованный риск. И вы знаете, административная ответственность и уголовная, она находится очень рядышком. И люди просто не отдают отчет себе, чем это может закончиться. А это может и заканчиваться, к сожалению, очень трагично. При рассмотрении дел о ДТП, любое дело о ДТП, оно, как правило, рассматривается в суде, в принципе, любое. Часто ли встречается алкогольное опьянение как тягчающее обстоятельство? Вы знаете, к большому сожалению, оно встречается часто. Я могу привести на примерах, у нас есть несколько громких дел, которых я говорю, могу сказать и в студии, о которых я говорю студентам, школьникам. Совершенно недавно была ситуация, когда женщина в пьяном состоянии алкогольного опьянения выехала на встречную полосу движения. И на пешеходном переходе сбила ребенка, которому было 6 лет. Приговор суда вступил обвинительным в законную силу. Она получила реальную меру наказания. И высший суд подтвердил решение Киевского районного суда. Но скажите мне, пожалуйста, кому от этого стало легче? Стала ли это женщина, которая сегодня находится в местах лишения свободы? А что говорить с ребенком? Ребенка уже не вернуть? Что с родителями? Кто пожалел и подумал об этих родителей? Это все можно избежать. Другая ситуация, когда молодая компания с ночного клуба вышла и взялся их подвезти на БМВ молодой парень. Они только поняли уже, когда водитель начал движение, они уже начали понимать, что он находится, мягко говоря, в неадекватном состоянии. Делают замечание ему, остановись, не слушает, врезался в препятствие. Смерть молодого парня и девушка, которая была молодой супругой этого парня, получила тяжкие телесные повреждения. Для чего? Почему это происходит? Мы должны задать вопрос. Как можно с этим бороться? Как мы можем это предупредить? Низкоправая культура. Нет страха перед законом. Люди должны бояться только законно. Не лиц должны бояться, должны бояться законно, должны понимать, как это у нас происходит и на Западе. Человек 10 раз подумает, делать ли такое. А пытаются ли договориться с судом водители, попавшиеся? Я могу ответить искренне за свой суд, начиная с себя и за своих судей. Если такие ситуации бы возникали, вы знаете, надлежащая правовая оценка бы дана была человеку, который бы обратился с такой просьбой. И ничего хорошего для него бы не было. Чтобы было бы вызвано наряду полиции. И закончилось бы трагично для этого человека, который попытался. Для того, чтобы другим не было повадно. Часто ли нарушители попадаются в пьяном виде второй раз? Вы говорите, что у вас было несколько случаев, когда... Попадаются, большому сожалению попадаются. Я хочу сказать, что, конечно, в большинстве своем это мужчины. И у них находится объяснение. И вы знаете, даже не пугает, большому сожалению не пугает. Вроде бы на сегодняшний момент такое большое лишение прав, как два или три года. Мы пытаемся, кроме того, не только лишить, допустим, прав человека, но и объяснить. И попытаться услышать его в его объяснениях. Для чего? Зачем пошел на такой поступок? Что сподвинуло человека? И вроде бы слышишь искренние объяснения, но понимаешь, что несерьезные отношения, несерьезные отношения к жизни, неуважительные отношения к закону и, опять же, низкая правовая культура. Мы должны на уровне государства проводить разъяснения, проводить круглые столы. Это для нас является сегодня огромной проблемой. Вы посмотрите сегодня на всех центральных телеканалах, на региональных телеканалах также. Ежедневно у нас поднимается тема нетрезвое управление транспортными средствами. Но мы находим время для других проблем. А эту проблему считаем второстепенной. Я считаю, что она у нас как раз находится в разряде первостепенной. Мы должны этому уделять внимание. Смотрите, штраф за вождение в пьяном виде, если я не ошибаюсь, что-то чуть больше трех тысяч гривен сейчас, да? Или там градация существует? Нет градации. Законодатель сделал единообразный штраф 3-400. Если посмотреть на страны Евросоюза, то там, например, штрафы гораздо выше. Просто проехать пешеходный переход, не пропустив пешехода, это 250 евро. Понятно, за пьяное вождение вообще не говорю. Там может исчисляться тысячами евро штрафа, то есть перевод на наши деньги, это будет там десятки тысяч гривен, 20, 30, 40 тысяч гривен. Точно так же и со скоростью. Если превышение скорости на 23 за километров в час... Я могу уточнить. Да, это небольшие штрафы. Если превышение, например, на 100 километров в час, то сумма штрафа может, опять же, составлять тысячи евро. Наш уровень зарплат и их уровень зарплат не сопоставим, поэтому понятно, что вводить штрафы в 3-4 тысячи евро в наших деньгах, это было бы несколько неадекватно. Но адекватна ли вот эта вот сумма 3-400 сейчас? Однозначно неадекватна, мой ответ. Однозначно неадекватна. 3-400, это не соответствует нашим реалиям, сегодня это штраф. Я считаю, что минимум в три раза мы должны поднять эти штрафы. Человек, который садится за руль в состоянии алкогольного пьянения, он должен отдавать себе отчет. Если он не лишится прав, то, по крайней мере, экономически пострадает 8. Я говорю, минимум в три раза, а то и в 5, и в 10 раз. Послушайте, пожалуйста, нельзя жалеть человека, который в пьяном виде садится за руль. Он должен осознавать, что он сделал очень плохо, он грубо нарушил закон, и закон к нему будет немилсерден. Поэтому я считаю, что только нужно усилить штраф. Далее, уголовная ответственность должна наступать, если в течение года, к примеру, по принципу Германии, в течение года гражданин садится дважды за транспортные средства в состоянии алкогольного пьянения. Автоматически должна наступать уголовная ответственность. У нас этого нет. И самое главное, вести диалог с населением, разъяснять им, что будет, какие последствия, что вы можете не только свою жизнь подвергать опасности, а также опасности другим. Так вот, в Германии, когда человек впервые совершает такое правонарушение, полгода лишения прав и минимум 1 тысяча евро штраф. Уникальный опыт Японии, когда не только сам водитель, который сел за руль в пьяном виде, минимум 8500 долларов он заплатит штрафа, либо будет лишение свободы на 5 лет. И водитель, который садится, пассажир, который сядет вместе с этим водителем, он заплатит минимум штрафа 3 тысячи. Такой практики нигде нет. Это уникально. За то, что он сел в пьяном? За то, что он сел в пьяном. Думаться на секундочку, я считаю, что это обоснованно. Мы должны обратиться к этому примеру. Далее, Соединенные Штаты Америки поймали впервые водителя за вождением в нетрезвом виде. От 48 часов до полугода будет лишение свободы. Не прав, свободы. Нет исключения никому, неизвестным политикам, неизвестным актерам, неизвестным общественным деятелям. Пример США также замечательный. Есть достаточно жесткие примеры, я хочу об этом сказать, но нам, наверное, не стоит пойти по этому пути. Это очень радикально. Когда в Таиланде и в Китае, если по вине водителя, который сел за руль в пьяном состоянии, погибнут люди, высшая мера наказания будет для такого нарушителя. Я думаю, нам не стоит, мы должны пойти через повышение штрафов, через применение уголовной ответственности. Я думаю, что очень многие люди в Украине приветствовали бы повышение штрафов за вождение в пьяном виде. Я в этом уверен. Если бы повышение штрафа в целом, может быть, все бы начали говорить, нет, ну зачем, так строго. То, по поводу пьяных водителей, люди, в принципе, обычно настроены очень радикально. Как это сделать технически? Сделать можно следующим образом. В ближайшее время будет состоится круглый стол Ассоциации следственных судей Украины. И мы собираемся за этим круглым столом поднять этот вопрос. На нем будут присутствовать судьи, члены ассоциации, прокуроры, адвокаты, сотрудники банков, общественность. И мы обязательно будем поднимать этот вопрос. И вы знаете, наша задача поднимать вопросы, обращаться к субъектам законодателей инициативы, поднимать и привлекать к этому вопросу внимание простой общественности. Это очень неспокойный вопрос. Мы не должны замалчивать. Чем быстрее мы решим эту ситуацию, чем быстрее мы поднимем штрафы. И если гражданин будет знать, первый раз я подвергся огромному штрафу, но если второй раз меня поймут, будет уголовная ответственность, и мне никто не поможет. Закон суров, но это закон. Только таким путем. Сейчас ответственность всего лишь административная. То есть нельзя сесть в тюрьму за вождение в пьяном виде. То есть можно либо заплатить штраф, либо лишиться прав на определенное время. Но в тюрьму тебя не посадят. Между тем эта практика используется во многих странах мира, где реально можно, опять же вы приводили пример Америки, можно Саудовскую Аравию вспомнить, Эмираты. А если Сингапур мы приведем, если Сингапур мы приведем в пример, так там вообще гражданина, который будет пойман за вождение в нетрезвом виде, он получит несколько десятков ударов палкой, плетью. Скажите, пожалуйста, Сингапур развито. Наверное, мы будем говорить о том, что это не гуманно, но это есть. И вы знаете, это действует. Большому сожалению, наши люди должны проснуться, понимать, что мы должны остановить этот вид правонарушения, уменьшить его. Мы не сможем его искоренить, но уменьшить это в наших силах. Исходя из украинской практики правоприменения, вообще в целом духа законодательства, какой бы, по-вашему, был бы приемлемый срок лишения свободы, наказания в случае, если будет введена уголовная ответственность за вождение в пьяном виде, для этого нарушение. Тогда нужно станет не нарушением, а преступлением. Если вы имеете в виду, повторно в течение года садится человек за руль в пьяном виде, я думаю, что здесь можно вести речь не менее, как о трех годах лишения свободы. Не менее человек должен понимать, будет существенная, неотвратимая ответственность. Поверьте мне, это будет как холодный душ для многих граждан. И люди будут думать, люди не будут совершать, будут сдержанными и будут понимать, если так и получилось, что где-то вы в гостях выпили, сложились так обстоятельства, вы оставите свою машину и воспользуетесь услугами такси. Но закон вы нарушать не будете. Вы не будете рисковать. Самое главное, своей жизнью и жизнью других людей. Сколько времени понадобится на, вот вы говорите, круглый стол, дальше же круглый стол подает документы Верховную Раду и так далее. Сколько занимает такой процесс? У нас этот займет процесс не менее месяца. Но я вам хочу сказать большому сожалению, наша ассоциация поднимала другой, не менее важный вопрос касательно судебной ветки власти. Мы обратились к депутатам, к народным еще полгода назад о внесении изменений в конкретную статью Уголовно-профессионального кодекса Украины. Однако до сих пор мы не видим ответа. Однако до сих пор, к сожалению, депутаты не находят возможности рассмотреть этот вопрос. Мы сегодня видим, что сегодня происходит в Верховной Раде. Мы сегодня видим, что происходит в Куларах. Это не может не расстраивать. Но у нас есть надежда. Мы будем настаивать на своем, мы будем подключать общественность, мы будем обращаться ко всем субъектам законодательной инициативы. И я уверен, что у нас будет успех. Иначе другого пути у нас нет. Как сделать изменения? Удачи вам в этой работе. Спасибо, что пришли к нам и сегодня. Напомню, у нас в гостях был Сергей Чванкин, председатель Киевского районного суда Одессы. Мы говорили о том, как наказывают людей, которые садятся пьяными за руль. И пока это все. Счастливо. Спасибо.